Деревьяная церковь Деревьяная церковь Краеведы рассказывают, что на здании были рельефы единорога, но к сожалению не сохранившиеся до наших дней. После смерти наследника завода Павла Шовалова возникла мысль установить памятник графу. Вскоре после открытия памятника, который в народе прозвали медведем, кто-то повесил на шею графа баранки, а у подножия поставили пустой шкалик из подводки. В начале зимы 1917 года днем к памятнику подъехала группа людей, накинула на памятник петлю, лошади скинули памятник на снег. Место недолго пустовало, его занял бюст Карла Маркса. По словам прайведа Аркадия Калякина, в 37-38 годах 20-го столетия был установлен памятник Ленину. В 2009 году памятник установлен как копия старого памятника на прежнем месте. Весной 1908 года по инициативе Александра Зануции, старшего лесничьего, спланированы посадки городского парка. Работы завершились к 1913 году. Торжественное открытие посвятили трехстолетию Дома Романовых. В центре парка находилась беседка, где по выходным играл духовой оркестр. В феврале 1937 года, в год столетия со дня смерти Пушкина, городской парк называется в честь поэта. Бюст Александра Сергеевича украшает парк и поныне, начиная с 50-х годов 20-го столетия. Парк расширялся, ветераны войны посадили Березовую аллею, были установлены аттракционы, танцевальная площадка, ресторан. Лысинцы и гости города любят отдыхать в парке. В лету 1787 года в Лысве была построена плотина, которая сегодня является памятником. Радостроительство и архитектуры. Для подачи воды к домам сделали деревянный водопровод. В те времена единственным источником энергии была вода. В зимнее время обычно воды не катало. К январю работы на заводе остановились. Жители Лыски любят отдыхать на берегу труда в ясные дни. Точной даты строительства нет. Короведы отмечают промежуток времени с 1896 года по 1914. Дом принадлежал владельцам завода, где жили гости и семьи специалистов завода. После революции здесь находилась библиотека, учебный класс и зал заседаний. Лишь в 1957 году музей принял своих посетителей. Фонд музея насчитывает более 11 тысяч единиц хранения. Сегодня музей успешно организует культурное пространство города на своей территории, используя современные методы работы, привлекает к сотрудничеству граждан и гостей города. Особым интересом пользуются экспозиции по истории завода, история Лысинской Ямали, музей Каски, выставки художников, мероприятия культурно-исторически-познавательные. В 1911-12 годах было построено здание, которое можно считать особой гордостью Лысину. Это графский дом или дом владельцев завода в стиле ампир. Сначала он служил гостевым домом, в котором проживали важные для завода специалисты. В 1920-е годы Жеваловский дом стал культурным центром Лысину. Здесь разместился куб имени Кузьмина, библиотека. В 1980 году признан памятником архитектуры начала 20 века. В настоящее время в особняке проводятся выставки, экспонируются коллекции различной тематики. Театр Лыси официально получил статус драматического только в 1944 году, хотя увлечение театрами и искусством Лыси началось в начале 20 века. Здание построено в 1906 году по проекту инженера Федора Фосса, как здание ремесленного училища. Зрительный зал и сцена, где проходили городские театральные представления, дали возможность показать спектакли для граждан как заезжим трупам, так и театрам кружков-любителей драматического искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин